Привет вас! Почему в России в последнее время участились взрывы, пожары на различных предприятиях на территориях Российской Федерации? Вовсе президента Украины объяснили. Ну, во-первых, истерия. Ну, понимаете, когда в стране истерика, когда все паникуют, нету нормальной власти, да, нарушают технику безопасности, соответственно, никто не следит. И по этой причине пожары, взрывы, это закономерность. Люди в напряженной обстановке, они понимают, что Россия проиграла. Ну, сами представьте, если бы сейчас поговорить с директором любого российского предприятия, сказать, идиот Путин, куда он нас вляпал. Ну, любой директор же происходно понимает, что хана Россия, санкции убивают экономику, щет убивают. При этом они же происходно видят, что и так, ну, любой бизнес это любая предприятие, вся головная боль. Теперь еще добавилась головная боль. Плюс потребность на армию, когда все забирают, 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 ничего не дают. Это же тоже заметно. Да, нельзя ругать, но вот это не легче. Ну, да, действительно, в России ругать нельзя, спорить на людям от этого абсолютно. И по этой причине это сказывается. Ну, понимаете, когда тебе каждый день, что называется, по голове, это отдается на работу. По этой причине, да, чисто военность в Сирии ведет к тому, что на российских предприятиях случаются пожары, что называется, на ровном месте. Да, да, это есть. Еще фактор. Российские патриоты, которые делают диверсию. Да, почему бы и нет. Абсолютно реально. Ну, поймите правильно, что то, что официально Путин заявляет, что меня здесь все любят, все ждут, это же чушь собачья. Вы же не хуже меня понимаете. Вы не хуже меня понимаете, что власть Путина ничтожна. К нему относятся как к последнему изгою, идиоту, кретину. Да, спорить не буду. Какая-то часть людей, ну, как всегда, будет мачугать его. Идут только на кухне. Да, это есть. Ну, поймите, а люди. А кто-то действительно, ну, осознанно делает провокации, взрывы. Ну, говорю, люди все разные. Ну, по-разному относятся. Просто говорю, что есть люди, которые действительно, мы его покажем. Но есть такие, которые не будут ни взрывать, ни уничтожать, но возмущаются. Такая ситуация вполне возможна. Третий фактор. Ну, экономика разваливается. Понимаете, для того, чтобы все нормально работало, в том числе, не взрывалось, не горело, так дальше, нужно что? Деньги. Ну, помните, правильно, когда колоссальный дефицит федерального бюджета. Колоссальный. Что происходит? Тем более, что это Силуан уже несколько раз заявлял, что мы вынуждены... Как он так сказал? Так красиво сказал, что, значит, вот надо выделять бюджета деньги на технику безопасности. А мы выделяем, но будем исходить из таких очень разумных пределов. Другими словами, денег не будет. Понимаете, не можешь сказать, что денег не будет? Ну да, потому что вы сами понимаете, на армию, в первую очередь, хочешь не хочешь, давай, 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 денег нет. Ну, значит, на технику безопасности все будет. Логично? Да, конечно. Что вы хотели? И это сказывается, да, потому что, ну, поймите, вот эта технику безопасности, она же дорогая игрушка. Понимаете, очень часто мы это не замечаем. Вот, ничего не взрывается, не горит все, а мы не понимаем, сколько денег тратится на то, чтобы оно не взрывалось, не горело. Вы понимаете? А, не, не отыгрываешь. А когда не выделяй деньги, ух, и пошла, и пошла. А, и пошла, да, да. Так это связано, это есть. Ну, и четвертый фактор, опять же, где-то перекликается со всем. Это фактор, связанный с тем, что, ну, как бы, напряженная психологическая обстановка уже самых, ну, работников. Да, вы знаете, что время от времени в России бывает, пытаются объяснить, там, чайник забыли выключить, там, нарушили технику безопасности. Технику безопасности, противопожарные, вот знаете, такая, типа, человеческий фактор. Ну, так удобно объяснить, удобно, удобно, типа, ну, вы же понимаете, что это там, возможно, абсолютно. Ну, ну, вот это вот, это уже чисто психологически. Когда человек, находясь в таком психологическом стрессе, а, для жития России это психологический стресс. Ну, сами подумайте, Путин обещал за три дня захватить Киева, тут уже больше года и никак, ну, то, что Киев там, бахман захватить не хотят. И понятно, что это сказывается, даже если не то, что там новый человек сидит, не, не, сознательно сказывается. Ну, и, соответственно, это влияет, 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 влияет. Ну, что называется, вот этот человек совершает ошибки. Не потому что он хочет. Поэтому и горит. Ну, соответственно, вопрос, будет больше гореть? Да, будет больше гореть. Ну, во-первых, партизаны будут более активно работать. Понимаете, в чем ситуация? В России началось то, что я много раз и бунт. Бунт. А вы как думали? Не, а вы думали, бунты, это значит так, выйдут, скажут, мы бунтари. Не, не, в России не так. Взрыва, да, 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 действительно. Причем, вы же понимаете, вот эта вот диверсионная деятельность, она спонтанная. Я бы сказать, в какой смысле, ну, месть, жестокость. Ну, человек, понимаете, что произошло? Если он мог поматериться, выйти на митинг, он вышел бы на митинг, поругался, ну, может, там, с полицейским подрался и все. А это же нельзя. Запрещено. И по этой причине человек мстит с подтишка. Да, вот это тоже сказано. Я много раз вам объяснял, для чего нужны выборы. Для чего нужна вот эта демократия. Ругать его, проклинать. Это, пожалуйста. Но для чего это все надо? Выпустить пару вот этому. Понимаете? Человеку надо было. А если вы не даете это делать, он начинает бунтовать. Ну, поймите правильно. В России действительно с гервалюцией напрягутся. А с бунтами это, да, это однозначно, очень однозначно. Так что, да, такая ситуация. Так что, горела Россия. И гореть будет дальше. И взрывы будут. А что ж вы хотели? Такая судьба. Вообще, по большому счету, я говорю, что многие, ну, я понимаю, не хотят в это верить. Но я говорю, вот, ну, вспомните 90-е. Или вы очень маленькие были. Ведь вы понимаете? Вот в грамм 90-х очень много задавали вопрос. Как это все? Ну, появились эти вот красные пиджаки, эти брагодиры, эти всевозможные стрелки. Как? Как это могло появиться? Ну, в Советском Союзе. Там же так хорошо, хорошо, такое все. И тут раз. Вы хотите сказать, что вот это все? Нет. Это все в Советском Союзе зашел. Это же не значит, что вам эти красных пиджаков в 90-е годах где-то завезли. Нет, это комсомольцы. Это работяги, которые в советские времена были комсомольцами, работягами, говорили правильные речи, выступали на мете, плакаты носили. На вопрос, любите ли вы родную партию, говорили, любим только так. Было? Было. И тут, хоп, партии нет. И эти самые любители Советского Союза, строители коммунизма, оказались бандюками. Ну, 90-е годах, потому что там в начале, да, это зэков выпускали, не спорю, но получилось, что больше час этих всех ребят, они не судимые. Это вообще никакого отношения к криминотетам не имели. К криминотет как раз там был. Это он комсомольцы. Это пионеры, которых воспитали, а они оказались бандюки. То же самое здесь. Абсолютно. То, что они вылизывают в задницу Путина, это не значит, что они хотят его убить. Понимаете, в Советском Союзе, ну, не было такого, чтобы кто-то вышел на трибуну и сказал бы, там, Брежнев дурак или идиот. Нет, это невозможно. Или кто вышел и сказал бы, что, а сэр-то плохо. Нет, это невозможно. Говорили правильно. 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 А потом удивлялись, как же это правильные люди. Так и здесь. Поэтому да. Хотите, чтобы вылизывали в задницу Путина? Вылизу. И бомбу покладывали. Ну, а так. Вот такая-то Россия. Была хорошая страна, да. Царь, конечно, драк оказался. Драк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова